В зале цвет городского образования, по ту сторону экрана ученики и родители. В силу коронавирусных ограничений зрители присоединились к мероприятию онлайн. Именно в школе закладывается основа для гармоничного развития человека, для всестороннего, развитого человека. Я говорю о динамике развития нашей России, нашего государства, нашего города, и в этом ваша заслуга. И накануне праздника должен сказать, что многое вам удается именно благодаря вашему труду, благодаря вашим выстроенным отношениям с обществом. Грамоты, благодарственные письма, юбилейные знаки профсоюза. Труд педагогов отметили самыми разными наградами, причем как городского, так и федерального уровня. В частности, учитель физкультуры с 26-летним опытом Владимир Шель получил почетную грамоту Министерства просвещения. Я сам занимался спортом, и меня привлекали все физические упражнения, которые были у нас на уроке. Нравился очень учитель физической культуры. И другие учителя нравились, поэтому эту профессию я выбрал без сомнения. У меня не было никогда какого-то выбора, куда пойти учиться. Поэтому наш университет, имели академика Петровского, всегда был у меня в первом ряду. После импровизированной переменки – презентация творческих проектов и проверка домашнего задания. На вопросы ведущего о важности и нужности педагогической профессии ответили руководители всех профильных учреждений. Праздник Дня Учителя действительно, наверное, всенародный праздник, который отмечается и маленькими детьми, и уже пожилыми людьми. Потому что, наверное, нет на свете человека, у которого бы не было учителя. Несмотря на то, что День Учителя в России официально приходится на 5 октября, в Брянске поздравлять преподавателей будут до конца недели. Светлана Дробкова, Игорь Винничук. События. Брянск.